здравствуйте друзья с вами техника здоровья и я ольга лебедь мы продолжаем тестировать блендеры кинг микс модель передо мной q6 это старший брат так скажем предыдущей модели км 1000 кин микс из нового у нас появился тайваньский сальник а японский подшипник ножи японские остались также улучшена как бы их форма ну как они заявляют появился стакан из тритана к сожалению повторюсь нигде нет маркировки на самом стакане но производители это утверждает по документам это так идет мощность его 2 200 ватт и максимальная мощность 2000 ватт номинальная мощность нож имеет японские также 8 лопастей немножко они поменяли форму ну собственно 7 программ которые присутствуют здесь и в одной из них я увидела мясо я решила тут же это дело протестировать что мы сейчас и будем пробовать у меня индейка филе индейки практически килограмм я порезала на крупные куски и сейчас мы его испытаем запускаем функцию программу мясо а а а а а но а и а а а а Так, что у нас получилось? Что у нас получилось? Конечно, получается, что килограмм ему многовато. Вчера я делала на полкило, и у меня получилось идеально, готовясь к съемкам. Сегодня решила обнаглеть и заложить по максимуму. Во-первых, я бы, наверное... Представьте, какая масса тяжелая. Это для мясорубки дело, а не для блендера. Все-таки блендер, он как бы пюрирует. Здесь надо порубить. Но производители все также пытаются все сделать максимум под потребители. Вот, внизу прям получается такой уже как взбитый такой фарш на котлетки, тефтельки. В принципе, он будет идеален, воздушный. Хотя, вы знаете, масса... Ну, в принципе, он выполнил, в принципе, он выполнил. Можно, конечно, еще чуть-чуть подзапустить. Я сейчас помешаю. Опять же, обратите внимание, я вообще не пользовалась толкателем. То есть я просто смотрела и ждала, как он сам с этим совсем справится. Вот сейчас можно перемешать эту массу. И я бы чуть-чуть, наверное, еще включила бы, добавила. Не на всю программу, чтобы уж совсем там не это... Так, не взбивала. А вот прям слегка, чтобы вот эту верхушку он теперь тоже подизмельчил. Ну, в принципе, это уже такое хорошее... В принципе, можно и так оставить, если честно. Ну, будем идеального эффекта добиваться. Так... Ну, не буду сильно, потому что это... Может быть, на любителя кто-то вот любит взбитое мясо. В этом есть особая прелесть. Ну, вот, в принципе, я считаю, он справился. Из моих советов, наверное, все-таки закладывайте поменьше, полкило, если будете делать мясо. Давайте я вам покажу результат. То, что получилось. Переложим в тарелку. В тарелку. Такой быстрый способ, например, ну, там, не разбирать мясорубку. Когда ты пришел, хозяйка пришла, быстренько кинула. То есть, есть свои прелести в этом. Ну, или сделать там как-то, я не знаю, фрикадельки быстро. Кинули в блендер. Смотрите, что получилось. И сюда, соответственно, вы же будете еще добавлять, я не знаю, там, яйцо и специи и так далее. Ну, в принципе, уже нормально, даже несмотря, что я так много положила. Вот. Так что, вот вам результат. А на этом я с вами прощаюсь. С вами была Ольга Лебедь и техника здоровья. Мы тестировали блендер Q6 и делали в нем мясной фарш. Считаю, что, в принципе, миссия выполнена. Может быть, не совсем на 5, но, опять, из моих рекомендаций, просто уменьшите количество мяса. Ну, тяжело, парни, тяжело. А так справился. Всем здоровья и всяких вкусностей, каждый день полезных. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok